Всем привет! В этом видео закончим сборку MIGA. Если вы не видели предыдущие серии, смотрите их по ссылке в правом верхнем углу. Ну а чтобы не пропустить новые события на нашем канале, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Итак, начинаем заканчивать. Для окраски колесных дисков использую цвет номер 5 от Tamiya. Окрашиваю все колеса, далее окрашиваю кистью черно-волеховским цветом покрышки колес, далее немножко оттонирую диск, сделаю своеобразную смывку. Ориентируюсь по фото, стараюсь изобразить так же, как на фотографиях эффект стертых колодок, своеобразная пыль на дисках. Это хорошо видно на фотографиях. Данную процедуру я проделываю несколько раз, даю просохнуть каждому слою для своеобразного набора эффекта, чтобы эффект можно было как бы набрать его прозрачность и внешний вид. Процесс несложный, нужно лишь выжидать, пока испарится вода. Краски акриловые, вот в Олехе. Данный эффект лучше всего делать очень жидкоразведенной краской, постепенно уплотняя слои. Покрышки точно так же окрашиваю оттенками серого, точно так же прозрачными слоями все это покрываю, прорисовываю весь рельеф покрышки, выделяю все, что необходимо для получения более-менее приличного внешнего вида. Для ускорения процесса можно пользоваться феном, но особо сильно заливать не стоит. Повторюсь, краска разбавляется очень-очень жидко для достижения необходимого эффекта. Металлические элементы крашу в алюминии, в частности трубку и какой-то небольшой а-ля суппорток. Далее смесью коричневого и черного слегка прохожусь по протектору покрышки и слегка по боковину. Легким-легким эффектом сухой кисти, совсем слегка. Итак, покрышка готова, получился вот такой вот внешний вид. Мне результат нравится. Надеюсь, данный способ вам понравится и у вас получится не хуже. Стойки шасси прохожу смывкой. Смывка, опять же, самодельная, из алкидных эмалей от Tamiya. Прохожу все необходимые участки на стойке. Опять же, ориентируюсь на фотографии. Смывку делать обязательно для того, чтобы стойка выглядела, ну и, в общем, детали выглядели объемно. Излишки смывки убираю в бензин для зажигалок зипа. Не сильно мочить. Ушную палочку не нужно. Слегка смачиваем и вытираем те места, где перебор смывки. Далее необходимо окрасить элементы, которые будут покрашены в металл. Цветом алюминий от Valehia из серии Model Air прокрашиваю все гидропроводы, хомуты и все необходимые детали на этих стойках. Хромом, опять же, от Valehia серии Model Air прокрашу штоки гидравлики. Цвет хороший, покрытие, ну, довольно блестящее, но в результате я принял решение после заклеить все в алюминиевую фольгу. Она более блестящая, особенно еще после натирки. Номером 5 прокрашиваю колдуна на гидролиниях. Матовым лаком покрываю стойку. Ну, в результате получается такая прелестная стойка. Для антенны RLS под нее вырезал круг из полистирола, вклеиваю носовую часть. Далее на суперклей гель приклеиваю саму решетку. Обязательно на гель для того, чтобы было время на позиционирование детали. Теперь пролью расшивку модели клеп. Опять же самодельной смывкой, сделанной из алкидной эмали от Tami, разведенной оригинальным разбавителем NGS-20. Проходим всю модель. Можно аккуратно наносить, можно обмазывать. Кому как больше нравится, у кого насколько хватает терпения. Проходим все необходимые участки для выделения всех элементов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бензином от ZIP-а слегка смачиваю салфеточку и аккуратно стираю излишки проливки смывки. Бензин хорошо стирает и хорошо и быстро испаряется. В данном случае я использовал ватный диск. Не совсем хорошее решение. Лучше использовать безворсовые салфетки. Но, к сожалению, у меня их в данный момент нет. Осторожно вытираем, если у нас есть фотоотравленные детали. Помним об этом, чтобы их не смахнуть в момент вытирания смывки. Далее, уже после покраски, я пришла идея доработать кожухи. Для этого внутрь необходимо добавить пару колец. Кольца буду делать из скотча на самоклейкой основе. Для начала внутрь кожуху вклеил полосы из тремовского скотча маскировочного. Для правильного позиционирования тех колец, которые я наклеиваю. После того, как первое колечко приклеено, притираю его ватной палочкой. И наклеиваю следующий этаж из тремовской ленты. Тремовская лента 3 миллиметра. Она как раз хорошо подошла для создания промежутков между кольцами. И далее вклеиваю второе кольцо, аналогично первому. Также притираем ватной палочкой. Притираем, разглаживаем, чтобы колечки были ровненькие и аккуратные. После этого удаляем наши ленты, которыми мы позиционировали и давали расстояние между колечками. И снова притираем, чтобы все края хорошо прилегали к поверхности кожуха. Далее приклеиваю прямоугольные элементы на внешнюю сторону кожуха. Эти элементы можно увидеть на фотографиях. Их там хорошо видно. Также нарезаю их из алюминиевого скотча. Далее, воспользовавшись лентами-шаблонами от Aurora Hobby, в данном случае буду использовать кривые под номером 1 для выклеивания дополнительных полосы на кожуху. Так как их нет в пластике, производитель их не сделал. Они должны быть скрайберами. Прорезаю крой, в данном случае начиная с номера 1. Сильно не давлю, просто ставлю и веду, чтобы не было рванины. Далее, вторым номером расширяем саму поростку и дополнительно углубляем. Проделаем это на одном и втором кожухе. Далее ленту можно снять и впоследствии ленту можно использовать второй раз. Вот такие канавки у нас получаются. Выглядят намного лучше, чем в оригинале пластики. Далее ревитером прокатываю ряды клёпа. Опять же, которого нету в пластике. Производитель не даёт. Но процедура не очень сложная и выполнимая. Получается вот такой вот прекрасный эффект. Украшает внешний вид. Чёрным грунтом от Ганзы покрываю ещё раз кожухи. Серебром от Tami LP11 сделаю базовый цвет кожуха. Равномерно наносим, сильно не заливаем, чтобы не потерять нашу раскрою клёпку. Далее пудреницы от Tami. Протонируем и сделаем эффект побежалости металла. Первым использую жжёный красный. Вот такой бронзовый оттенок. Неравномерно наношу эффект на панели кожухов. Для насыщения и плотности цвета нужно сильнее натирать. Синим также. Цвет называется жжёно-синий из этой пудреницы. Также прохожу неравномерно, не закрывая предыдущий цвет. Где-то больше, где-то меньше. Где-то больше натираю, где-то поменьше. Для разнообразности цвета побежалости. И последний, третий цвет называется масляные точки. Или масляный эффект. Точно также неравномерно в разных зонах наношу. Где-то можно залезть на предыдущие оттенки. Ну, а далее иголкой решил добавить номер. Такой же, как вот на фотографии. И добавить царапинку. Сильно иголкой нажимать не нужно. Делаем небольшие царапинки. Делаем их разными. Где-то побольше, где-то поменьше. Где-то пошире, где-то потоньше. Аккуратно, сильно нажимать не нужно. Нужно снять только верхний слой вот этой дышей тренировки. И в результате у нас получается вот такой вот эффект. После всех процедур. Крошки от пигмента снимаем кисточкой из набора. Далее инком твалехе сепия. Слегка приглушу и дам цвет кожухам. Далее кое-где можно подтонировать еще пигменты. И также добавляю свежих царапинок и сколов. Глянцевым лаком закрепляю эффекты. И даю внешний вид кожухам. В данном случае он еще пока мокрый, не высохший. Выглядит это вот так. На мой взгляд результат получился замечательный. Надеюсь и вам понравится. Попробуйте как-нибудь сделать тоже подобный эффект. Далее просушиваем кожухи. Заклеиваем скотчем внешнюю сторону, чтобы ее не закрасить. Белым акрилом от Tamiya прохожусь первым. Далее черным. После этого смывкой из Tamiya черной эмали подтонирую внутреннюю часть. Сделаю вот этот своеобразный нагар аккуратной кисточкой. Где-то погуще можно брать краску, где-то пожиже. После снимаем излишки или то, что нам не нравится ватной палочкой смоченной в бензине. Карандашиком выделяю колечки. Так как сухой кистью это сделать не получится, так как будем задевать ненужные места. Получается вот такой прекрасный кожух. Также рекомендую посмотреть стрим, посвященный окраске сопел. Ссылочку на него оставлю в верхнем правом углу. Сатиновым лаком от Valehi из серии Premium покрываю всю модель под дальнейшие масляные точки. Масляные точки буду делать маслом от Wilder. Цвет масло черный. Передавил его в баночку. Для удобства использования пустую баночку от Tami. Наносим точки произвольно. Но не забывая о том, где эти масляные точки будут. Далее слегка смачиваю кисть разбавителем. Разбавитель напомню от Avrora. Аккуратно растягиваем точки по направлению полета. Точки ставим под всевозможными лючками, предкрылками. Белым цветом также добавляю эффект. В данном случае эффект, ну эффекты воды наверное. Износа какого-то. Здесь точки буду растягивать сверху вниз. На крыльях также добавляю белой краски. И растягиваем по направлению полета. Получается довольно неплохой и красивый эффект. Перебарщивать с ним конечно не стоит. Но делайте так как вам больше нравится зрительно. Также не забываем тонерную звезду. Чтобы она не выделялась на общем фоне. Слишком ярко. Чтобы была тоже слегка поношенная. Такая не новая. Стойки в наборе у меня нестандартные. Это стойки из металла. Приклеиваем их на супер клей гель. Навешиваем всевозможную молочевку. Воздушные тормоза и ниже створки ниш. Остальные створки ниш и мелкие пластиковые детали. Передний щиток приклеиваю также на супер клей. Он пластиковый, стойка металлическая. Далее нужно собрать нижнюю и верхнюю часть фонаря. Скотч долго держать не рекомендую. У меня скотч оставил следы на фонарях. Удалять их пришлось white spirit. Опять же все тем же. Вот Aurora Hobby. Хорошо. Все остатки клея от скотча. Далее наношу клей на обе половины элементов фонаря. Но не густо. Так чтобы он не тек. Слегка смоченной кистью. Впоследствии я обнаружил что на данном борте нету зеркал у пилота. Пришлось их срезать уже по готовому. Из цвета ivory и красного. Вот в олехе смешиваю цвет герметика. На самом деле он должен быть слегка пожелтей. Позже я его скорректирую. Так же отправим интерьерным цветом каемочку на фонариках. Чтобы было все ровно и аккуратно. Получаются вот такие два замечательных элемента. Далее добавляю красно-коричневым цветом. Эффект износа герметика. Это отпечаток от уплотнителя. Так же этим цветом наношу на планер герметик в тех зонах где он необходим. Опять же руководствуясь фотографиями. Получается вот так. Далее вклеиваю датчики давления воздуха и температуры. Датчики замоделил сам и напечатал на принтере. Черным делаю подложку на датчиках и серебристым закрашиваю. Так же дам эффект износа на конус. Чтобы он не выделялся на фоне всей модели не был слишком чистым. Наношу точки сверху вниз, сверху побольше, снизу. Посередине поменьше и снизу побольше. Так как грубо говоря если это вода, то она стекала и скапливалась снизу больше чем сверху и по бокам. Ну а так опять же опирайтесь на внешний вид, который на фотографиях или как вам больше понравится. Получается вот такой эффект и даем конусу просохнуть. Теперь смешиваю более правильный цвет герметика из олеховских красок. Красный, желтый и цвет ivory. Делаю примерно что-то вот такое. Опять же ориентируясь на фотографии, это важно. Поправляю линии герметика после снятия. Некоторые участки подорвались, но в любом случае корректировка в конце она необходима. Так как герметик в любом случае на реальных бортах он нанесен не очень ровно. Так же наносим и мы. Аккуратненько кистью проводим. Сильно там мазать не надо, просто слегка протянуть. Слегка оттонировать. Так же и на козырьке и на центральном элементе остекления. Так же правлю цвет герметика на самом планере там где он нанесен. А то уж он получился слишком розовый. Теперь остается последний элемент в сборке данной модели. Это белая линия, которая должна быть на передней части остекления. Декаль из набора. Вырезаю среднюю часть из нее, чтобы не испортить прозрачность переднего стекла. Размещаем декаль, разравниваем все участки, проглаживаем кистью и привариваем закрепителем декалей. Далее остается собрать все элементы модели вместе и насладиться результатом. На этом все, модель закончена. Надеюсь вам интересно было следить за ходом стройки этой модели. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пишите их в комментариях. Постараемся ответить либо на стриме, либо в отдельном видео. Ну а на этом все друзья, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих стройках, в следующих росписях по миниатюре. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик для своевременного получения уведомления о событиях на нашем канале. Также добавляйтесь в наш инстаграм, в группу вконтакте. Заходите к нам в чат в телеграме, на канал в дискорде. Все ссылочки в описании. На этом все, всем всего хорошего, красивых моделей, быстрых строек. До новых встреч друзья, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok